В этих огромных установках идет добыча соли. Ежегодно здесь получают почти 2 миллиона кубометров вещества, которые используются для производства хлора. По цеху рассола промысла Саянским пласта сегодня проводят экскурсию для главы региона. Кроме Сергея Левченко, журналистов и сопровождающую делегацию сотрудников компании здесь не души. Вся технология автоматизирована. Управление идет отсюда. Сами работники называют это место «считовое». На экранах мониторов данные о том, как идет производство по всей технологической цепочке. Провели модернизацию нашего производства с 2011 года. Последние технологии, последнее слово техники, не двинули непосредственно здесь на стадии. Это печь пиролиза, на мониторе у нас есть. Это у нас технология американцев и немцев, которые мы здесь внедрили. Технология на сегодняшний уровень, самая последняя, которая эксплуатируется, да, крекинговая установка. Вот она, крекинговая установка. Здесь производится основной продукт компания «Поливинилхлорид». Из него, например, делают пластиковые окна, а недавно одна российская компания начала выпускать из материала обувь. Спрос на продукцию цианским пластом растет. «Поливинилхлорид» тоннами заказывают на запад страны. Ведь заводов, которые выпускают такую продукцию, в России всего два. Перспектива предприятия очень хорошая, потому что тот план, который мы наметили и сейчас осуществляем, в том числе и с правительством России, и с «Газпромом», говорит о том, что производство будет увеличиваться. И «Поливинилхлорид», который очень нужен и в России, и за рубежом, очень хорошая конкуренция. Значит, его можно производить, и спрос будет хороший. Одно «но». Последние четыре месяца эта современнейшая техника простаивала. Производство было остановлено из-за аварии на ангарском заводе полимеров. Два предприятия, связанные технологической цепочкой. Чтобы устранить поломку в Ангарске в кратчайшие сроки, пришлось привлекать не только руководство Роснефти, правительство страны. Нужную деталь привезли из Чехии. Она уже в Ангарске. Накануне прошла обкатку паром, сегодня — обкатку азотом. Завтра предприятие обещает выйти на производственную мощность. К долгожданному событию готовятся на промплощадке по производству хлора. Сюда, после вынужденного отпуска, вернулись рабочие. Перед запуском они готовят оборудование. Технические проблемы решены. Остались проблемы экономические. Два хозяйствующих субъекта пока не достигли договоренности по объемам поставок отилена. Завод соответствует мировому уровню. Ежегодно около 800 миллионов рублей в вложении. И мы производительность собственной нарастили на 20%. И жаль при этом, что удивительно, вот поставщики этилена мы говорим, у них же мощность на 300 тысяч, фактически 216. То есть 30% они не добирают. Мы нарастили мощность, они остались на той мощности. И получается вот этот дефицит, еще большую проблему создали. Мы готовы, а там застой. Саянский пласт готов выпускать ежегодно до 300 тысяч тонн продукции. Для этого нужно как минимум 150 тысяч тонн этилена. Ангарск сейчас поставляет вдвое меньше. Кроме того, нет договоренностей по цене. Изначально предложенную поставщиками на Саянском пласте считают необоснованно высокой. Сегодня надо просто найти место, площадку и садиться на переговоры. Мы такие предложения делали не один раз. И я понимаю, что вопрос в любом кроется в компромиссах. И я надеюсь, что та вторая сторона, она все же будет гибче. Не только стоять на своей позиции одной, а в общем-то вычитывать и другую сторону. Тем более, что цена этилена у других производителей, она в общем-то известна. Договариваться нужно в ближайшие дни. Действие нынешнего контракта на поставке этилена заканчивается 1 июля. Галина Тернева, Александр Мокин. Новости сейчас. Продолжение следует...